Мы единственная дисциплина, которая получила лицензию на Олимпиаду. Нам очень приятно, что у нас получилось это сделать. Но уже как-то планы на будущее, как подвести правильно лошадей к Олимпиаде, как правильно распланировать сезон, какие турниры и как всё это сохранить. Достаточно большое у всех было волнение. А есть ли турнир в вашей памяти, когда точно так же волновались, что был такой мандраж и такие эмоции? Знаете, наверное, не было. Мы со Стёпой выступали в этом году на финале Кубка мира. Мы попали туда. И я могу сказать, что я так не волновалась, потому что там выступаешь личником, хоть и за страну, а здесь команда. И всё-таки 30 лет мы не были на Олимпиаде, и хотелось оправдать доверие и получить эту путёвку. Sun of my life – такой темпераментный конь, как кажется. Как удаётся с ним найти общий язык и секрет успеха работы с ним именно? Ну, с ним можно только как с компаньоном. Он не воспринимает какое-то насилие над телом. Он только по взаимной договорённости. Поэтому с ним приходится трудно. Он жеребец, он кроющий жеребец, у него на всё есть своё мнение. И если ему что-то не подходит или не нравится, он это высказывает. То есть нужно как-то переубеждать его? Да, да, надо как-то переубеждать на каких-то компромиссах. С силой с ним точно ничего. Он 180 ростом. Я по сравнению с ним просто пушинка. А какие элементы лучше всего у него получаются? На что делаете акценты в кюре, когда строите кюр? Ну, наверное, пассаж пиафы. Пиафа у него коронка классическая. Все судьи его оценивают очень высоко. У нас очень много девяток за пиафа в Европе. Ну и вообще он красавчик. Поэтому он подкупает судей своей красотой. Вы сказали после соревнования сразу, что всё пошло не так. Что же было на самом деле? Ну, на самом деле он устал. Нижний Новгород был лишний для него турнир. Он, конечно, мы только приехали с Европы. Две тысячи с половиной километров – это тоже для лошади. Не просто так. Лошадь на ногах это всё переносит. Мы приехали, лошадь не успела до конца восстановиться. У нас были обязательства ехать в Нижний Новгород. Для него этот старт был лишний. Он там уже не очень доволен был, потому что он устал. Лошадь должна работать в удовольствие. И здесь, опять же, жара, слепни и всё это вместе. Он характерный конь. И он против был. Он не захотел выходить на поле. Его коновод выводил в руках. Но я уже там знала, что легко мне не будет. Сделали максимально, что могли. Елена Сиднева тоже достаточно молодой конь. Только начал набирать, как кажется, результаты хорошие показывать. Как думаете, за предстоящий год удастся ли набрать ещё, чтобы были более высокие результаты? Хватит ли времени к Олимпиаде? Ну, я думаю, что да. У Лены очень хорошая лошадь. Единственная у нас разница, что у меня жеребец. У неё мерен. С жеребцами немножко посложнее. Но, опять же, у неё конь бежит пусть с маленькими, но с боями. Если она уберёт это с бои, это будет намного выше процента. И я думаю, что у Лены это получится. У неё достаточно опыта. Ну, и мы со Стёпой тоже постараемся. А вам нужно именно с темпераментом настроить его на езду, чтобы он хотел именно ехать, да? Да, да. Он любит выступать, но должны сойти все звёзды. Он должен быть в хорошем настроении. Ну, как показывает практика, погода на него влияет. Он чёрный, ему тяжело. Он ещё как ребёнок. Если ему тяжело, он говорит, ну, не могу я, и всё. Мы, конечно, пробуем доехать до конца, но, не знаю, может, он ещё не дорос просто. Как вы думаете, вообще в целом вот эта победа и путёвка на Олимпийские игры, она даст толчок для развития выиски? Потому что я уверена, что желающих поехать на Олимпиаду в следующем году будет огромное количество и будут пытаться составить вам конкуренцию. Ну, это хорошо, когда есть конкуренция. Во-первых, все тогда мобилизируются и пытаются ещё лучше работать. Без конкуренции мы можем деградировать. Поэтому я только буду рада, если у нас будет больше хороших лошадей. Поэтому, не знаю, мне кажется, это, конечно, даст толчок к развитию, что мы столько лет не были на Олимпиаде, и вот, наконец-то, команда получила эту путёвку. Будем бороться за места, всего три места у нас, поэтому поедут лучше. Какие планы ближайшие в этом сезоне, в оставшемся и на следующий год? Ну, я сейчас как бы грандиозных планов не строю, потому что мы максимум выложились, чтобы вот эта путёвка у нас была. Вот, даже, я говорю, лишние были старты для коня. Сейчас я ему дам по максимуму отдыха, чтобы он восстановился, потому что, ну, потерять такую лошадь – это несерьёзно. Сейчас буду готовить ещё одну лошадь, чтобы для поддержки Стёпы был запасной. Чтобы у него была конкуренция? Да, чтобы у него тоже была конкуренция. Вот, у меня подходит ещё один конь. Вот, сейчас буду как-то вот его. А Стёпа будет сейчас отдыхать, восстанавливаться, ну, и будем улучшать свои результаты. Субтитры подогнал «Симон»